Спасибо. Акция «Георгиевская ленточка» проходит под лозунгами «Повяжи, если помнишь, я помню, я горжусь, мы наследники Великой Победы». Главная цель – рассказать новому поколению, кем должны гордиться жители страны и каким трудом далась победа ветеранам Великой Отечественной войны. Ношение «Георгиевской ленты» – это дань уважения ветеранам за их подвиг во время войны. А также она является одним из символов победы над фашизмом, поэтому носить ее неподобающим образом не разрешается. По традиции георгиевскую ленту прикрепляют на одежду с левой стороны, либо на левую руку. Не возбраняется и завязывать ленточку на боковое зеркало автомобиля, либо на антенну. Есть несколько способов оформления георгиевской ленты на груди. Самые простые – бантом или же в форме лепестка, а также буквой «М» от слова «май». Ветеранов – это очень великий праздник, и для нас тоже спасибо им за то, что они нам дали жизнь такую свободную. И поэтому георгиевскую ленту, я считаю, надо носить ближе к сердцу. Георгиевскую ленту – это день победы, война. У меня папа инвалид войны был второй группы, участвовал в войне, ранен был в одну почку. Для меня это очень святое, священное, и очень этим мы гордимся. Всех помним, кто нас защищал. Ветераны, почему им важно, потому что они душой и сердцем болеют, они переживают, переживают. Они переживали, переживали, когда воевали, когда воевали. И сейчас они переживают. С этого дня георгиевские ленты будут раздаваться ежедневно до 9 мая. Получить их можно бесплатно в Парке Победы, на Баумана, в торговых центрах, в метро, в Парке Тысячелетий и на Площади Свободы. При раздаче лент волонтеры расскажут и помогут их правильно завязывать. Ветераны правильно умеют вязать, а люди вяжут, как хотят лучше. В этом году казанцам и гостям столицы волонтеры раздадут порядка 300 тысяч георгиевских ленточек. Для всех нас, живущих в мирное время, эта георгиевская ленточка имеет очень большое значение. Ведь недаром первоначально она пошла к ленте святого Георгия во время Великой Отечественной войны. Это орден славы. И, наверное, в России нет ни одной семьи, где бы дед, прадед, прапрадед не воевал в Великой Отечественной войне, не погиб в этой войне. Но и она является неким консолидирующим фактором. Что же касается самого праздника, посвященного Дню Победы в Казани, по традиции 9 мая пройдет парад войск казанского гарнизона, показ военной техники и акция «Бессмертный полк». Самый важный и торжественный день, 9 мая, начнется с мероприятий памяти. В 8.00 в местах воинских захоронений на Арском и Архангельском кладбищах состоится торжественное возложение венков и цветов при участии ветеранов руководства Республики Татарстан и города Казани. В 9.00 в парке Победы состоится возложение гирлянды и цветов к Вечному огню и монументу матерям и вдовам. Основной площадкой празднования в этом году станет площадь Тысячелетия. Также в преддверии праздника в городе пройдут торжественные митинги, вахты памяти и праздники двора и встречи с ветеранами. Праздничная программа продлится с 9 мая до 22 часов и завершится она красочным салютом.